Новость этой недели заключается в том, что мы хотим запустить новый канал с горизонтальными видео о еде. Дело в том, что YouTube не пускает в рекомендации горизонтальные видео с этого канала, поэтому будет новый, но мы не знаем, как его назвать. Поэтому мы хотим, чтобы ты нам помог. Для этого мы запустим две голосовалки в сообществе и в нашем телеграм-канале «Кушать хочу». Так что не пропусти! А сегодня мы приготовим самую необычную большую еду. Мы создадим гигантского мармеладного светящегося червя. Я знаю, ты давно этого ждал, поэтому за дело. Но сначала отправимся за кое-какими покупками. Мы решили заглянуть в мармеладный магазин в самом центре Москвы. Пойдем туда за вдохновением. Поищем кислых червей и обязательно их попробуем. Пойдем! Это настоящее мармеладное царство. Глаза разбегаются от количества мармелада. Его тут продают на развес. Червей мы нашли без проблем. Взяли несколько вкусов, а еще не удержались и взяли яишенку, ягоды, лягушку, бананы и змейки. А вот и наш мармелад. Давай скорее пробовать. Давай. Мы имеем вот таких вот маленьких мармеладных червячков. Они кислые и в сахарной обсыпке. Еще они поделены на сегменты, такие ребристые. Для меня этот червячок недостаточно кислый. Я знаю, что наш будет примерно в тысячу раз больше, а еще в тысячу раз кислее. А еще он будет светиться в темноте. Сейчас надо по полной закупиться. На улице такой дубак, так что червь точно застынет. Мы приехали в торговый центр метра, купим здесь все самое кислое. Пойдем. В метр нас уже встречают как родных. Ведь если мы сюда приезжаем, то наша тележка наполняется до самых краев. Смотри, сверхмощная герметизирующая лента черная. Вот такую надо взять. Сила. Видел? Наш выбор очевиден. Это продукты от бренда Метро Шеф. Ведь именно ему доверяют как любители, так и профессионалы. Мы взяли много растительного масла. 10 килограмм желатина, сахарную пудру и лимонную кислоту. Кстати, не забывай, что если ты еще ни разу не покупал продукты в торговом центре метра, то скачивай их приложение и по нашему промокоду получай 15% скидку на первый заказ. А еще доставка будет бесплатная. А сейчас мы приехали в большой строительный магазин. Давайте посмотрим, что мы там можем найти для нашего большого червя. А искать в первую очередь мы будем, конечно, форму, в которой поместится наш гигантский червь и сможет в ней сжалиться. Кстати, прикольный миксер для того, чтобы смешивать ингредиенты. Но сегодня нам нужно кое-что другое. Эта труба слишком длинная, так что не подойдет. А эта слишком узкая, тоже остается на полке. Мы перебрали еще очень много вариантов, но нигде не было подходящего. Неужели мы уедем домой ни с чем? Наконец-то мы нашли трубу для вытяжки. Она нам подходит по всем параметрам. Поэтому берем сразу две на всякий случай и со спокойным сердцем уходим домой. Начинать готовить. Если вы думаете, что большого кислого червя мы будем делать исключительно из желе на смеси, вы крупно ошибаетесь. Внутри него мы поместим настоящую сладкую икру. И сделаем мы это с помощью приемов молекулярной кухни. Для этого мы приобрели специальные химические вещества. Хлористый кальций и альгинат натрия. Но кроме прочего мы купили еще специальную приблуду. Мойте пипетку. Альгинат натрия и хлорид кальция используются прежде всего в молекулярной кухне. Они нужны для процесса сферификации, изменения текстуры продуктов и придания им гелеобразной консистенции. А эта мультипипетка капает 96 капель одновременно. Берем сладкий сироп со вкусом тропических фруктов. Отмеряем 1 литр. Добавляем воду и порошок альгината натрия. Чтобы смесь растворилась и получилась без комочков, мы используем блендер. А теперь сделаем закрепляющий компонент процесса сферификации. Берем большую миску и полностью наполняем ее водой. Добавляем хлористый кальций и тоже как следует перемешиваем. Наш сироп превратился в гель. Заливаем его в мультипипетку и наполняем воздухом. Но гель оказался слишком густым и у нас ничего не получилось. Поэтому мы решили попробовать шприц. Из него масса выдавливалась, но форма получалась похожа на червячков. Это не то, что нам нужно. Тогда нам пришла гениальная идея использовать кондитерский мешок. Из него удалось выдавливать икринки правильной формы. Попадая в воду, альгинат натрия вступает в взаимодействие с хлористым кальцием и образует вокруг икринки специальную пленку. Вот тут я радуюсь, что у нас все получается и присоединяюсь к Вике, чтобы ускорить процесс. Нам понадобилось пара часов, чтобы сделать большое количество тропической икры. По ощущениям она похожа на конфету Джелли Белли. У нее плотная оболочка снаружи, а внутри мягкое гелевое содержимое. Сейчас буду пробовать. Ммм, класс. Очень нежная, лопается, как сладкий виноград. Берем нашу гофрированную трубу, растягиваем ее и надеваем с одной стороны пакет. Здесь у нашего червя будет голова, а по совместительству и ахиллесовая пита. Как следует перетягиваем ее скотчем. С другой стороны заделываем отверстие пищевой пленкой и тоже обматываем скотчем. А сверху вырезаем ножницами небольшое окошечко. Заливаем туда растительное масло, чтобы наш червь точно не прилип к трубе. А для того, чтобы добиться максимального уровня кислоты в нашем черве, мы взяли вот эти 15 килограмм лимонов. И нам предстоит отжать из них максимальное количество лимонного сока. Итак, у нас тут больше сотни лимонов. Надеваем перчатки, чтобы кислота не разъела руки, и разрезаем все их пополам. А теперь нам нужно выдавить из них сок. Помогаем себе вилкой, так сока будет больше. Время шло, а лимоны не заканчивались. И пришлось мне присоединиться к Вике, чтобы ей помочь. И уже через час перед нами стояли 8 литров свежевыжатого лимонного сока. Процеживаем через сито, чтобы избавиться от косточек и мякоти. А это коренные жители Перу. Они первыми додумались перерабатывать кору хинного дерева. Причем здесь Перу и хинное дерево, спросите вы. А все очень просто. Именно кора хинного дерева содержит хинин. Вещество, которое использовалось как лекарство против малярии. А еще оно известно тем, что светится в ультрафиолетовом излучении. А еще хинин обладает природным горьким вкусом. И именно он содержится во всем известных тониках, типа швепса. Наверное, вы уже догадались, что мы будем использовать тоник для того, чтобы наш червь светился. Давайте прямо сейчас проведем эксперимент, выключим свет и посмотрим, светится ли наш тоник в ультрафиолетовом излучении. Да, есть. Мы видим, что содержимое бутылки синего цвета. Берем две большие кастрюли и разливаем по ним наш лимонный сок. После этого добавляем к лимонному соку 10 литров тоника. Кстати, мы заказали тоник, который содержит натуральный хинин, а не его заменитель. После этого несколько килограммов сахарной пудры и еще лимонной кислоты, чтобы было еще кислее. И, наконец, главное, засыпаем 8 килограммов порошкового желатина. Пока это выглядит очень странно. Скорее напоминает какую-то густую жижу. Сейчас главная задача растопить желатин, поэтому ставим кастрюли на средний огонь. И все время мешаем его, чтобы желатин не пригорел. Через час желатин растопился. Теперь можно добавлять нашу икру. Непонятно, как икра поведет себя в столь кислой среде. Не растворится ли она, не потеряет ли форму и цвет. Да и вообще непонятно, будет ли хинин светиться при таком количестве лимонного сока и желатина. Очень много вопросов и так мало ответов. Мы начали заливать желатиновую смесь в трубу. И делали это очень осторожно, чтобы точно ничего не протекло. И тут случилось самое страшное. Я заметила, что хвост червя протекает и лужа стремительно растет. У нас было очень мало времени, чтобы исправить ситуацию. И мы загнули хвост червя, чтобы остановить течь. А после этого наложили заплатку из полиэтилена и очень сильно замотали скотчем. Теперь готово. Оставляем червя в прохладном месте на сутки. На следующий день мы вынесли нашего червя и увидели, что он хорошо зажалился. Мы разрезали нашу гофрированную трубу ножницами и увидели там тело червя. К счастью, икра не растворилась и оказалась на поверхности его тушки. Давайте проверим, светится ли он в темноте. Выключаем свет и направляем на него ультрафиолетовую лампу. Свечение, конечно, не сильное, но оно присутствует. И это при том, что концентрация хинина сильно снизилась. Я в шоке. Ну что, друзья, мы сделали это. Наш червь прекрасно зажалился. Внутри вот такая вот замечательная икра. И более того, мы проверили, он светится в темноте. Осталось только попробовать. Иду за ножом. Давай. Он очень плотный. Держи. Спасибо. Я себе тоже отрежу щедро. Круп кислый. Да, он реально очень кислый. Чувствуется, кажется, не так что-то. Но очень чувствуется желатин. Но он очень похож на реального мармеладного червячка. Очень кислого. Да. И с таким еще горчинкой от тоника. Да. Ну, мне кажется, наш эксперимент удался. Обязательно ставь лайк и колокольчик не забудь, чтобы новые видео не пропустить. Ну все, пока. Пока.